Гармония Ее сияние исчезает. Куда бы ты ни поспешал, хоть на любовное свидание, какое б сердце не питал, ты сокровенное мечтание, но встретись с ней. Смущенный ты, вдруг остановишься невольно, благоговея богомольно, перед святыней красоты. Александр Сергеевич Пушкин Здравствуйте! Сегодня культурно расскажем о красоте русских женщин и откроем небольшую страницу истории государства российского, которое долгое время было закрыто. В свое время Петр I, проводя реформы, захлопнул надолго боярские сундуки. И только в конце 19 века замечательный русский художник Константин Маковский, собирая информацию, костюмы, предметы быта, благодаря своим картинам смог рассказать миру о красоте русской традиции. Но и сегодня на Дальнем Востоке об этом мало что узнают. Музеи не могут похвастаться ни подлинными предметами, ни картинами на эту тему. Поводом для нашей программы стало событие знаковое. В Владивосток привезли подлинник Маковского. Эта картина прибыла из Нижегородского художественного музея. Шедевр открывает для нас одну из самых ярких страниц в творчестве Маковского, известного русского художника. Его боярский цикл познакомил мир с бытом, укладом и красотой до Петровской эпохи. Необходимо сказать, что моделью послужила художнику жена Юлия Павловна, которая считалась одной из самых таких красавиц Москвы. И безусловно, что она ему позировала при написании работы. Здесь Юлия Павловна одета в русский костюм, боярский костюм, расшитый замечательным жемчугом, различными каменьями. Костюм, который очень четко сразу выдает сословие этой бояршни, что она именно бояршня, а не крестьянка. И во всем этом великолепии, в антураже показывают эту красоту. Когда Константин Маковский создавал свои работы, он погружался не только с помощью предметов в историю, но и источники, которые на тот момент были, изучение фольклорных источников, различных воспоминаний, иностранцами оставленными в России, что было забыто до Петровской Руси. И мы, когда погружаемся в изучение, то понимаем, что на самом деле быт русской женщины 17 века, то есть до Петровской эпохи, ее жизнь была достаточно замкнутая. Все основное время она проводила дома, в хоромах, в теремах, независимо от своего статуса. Выходить могла на какие-то пиры лишь по определенному разрешению своего супруга, если была замужем. И поэтому все свое время проводила в светелках с мамками, с няньками, с дворовыми девицами. Обучалась, конечно, различным ремеслам, в том плане, что вышивки, плетению. То есть это всегда уважалось, почиталось и ценилось на Руси. Но при этом открыто, допустим, посмотреть в окошко и кому-нибудь помахать рукой и поприветствовать, она не могла. Поэтому, если мы с вами внимательно посмотрим на картину, то увидим, как она так невзначай приоткрывает занавесочку и присматривает. Может быть, молодца, который приглянулся, может еще что-то рассматривает. Но при этом не выдает себя, а как бы издалека наблюдает за сценой. Чтобы создать эту зарисовку из жизни русской женщины богатого сословия, Маковский свою модель одел в подлинный русский костюм. А он у наших красавиц был чрезвычайно сложным. Рубашка, опошень, воротник, сарафан, кокошник – всех деталей не перечислишь. И Маковский, как никто другой, выписывал его тонкости. Русский национальный костюм, он был очень богатым, он был очень разнообразным, в разных губерниях. Но особого внимания, конечно, заслуживают царские и боярские костюмы. И они действительно отличались великолепием, роскошью. В частности, женский костюм, во-первых, включал в себя такой длинный сарафан, который застегивался на все пуговицы, который шился из очень дорогих тканей на подкладе. Он имел такую, как бы, тяжелую форму. И тем самым, вообще, надо сказать, костюм задавал тон из всей фигуры. То есть, достаточно сказать, что женский боярский костюм весил от 15 до 20 килограмм. То есть, представляете, как вы себя должны были нести в этом костюме буквально, да? Поэтому не случайно, наверное, выражение появилось «выступает будто пава». Потому что, действительно, тяжелые ткани, украшенные жемчугом, украшенные драгоценными камнями, украшенные вышивкой с золотой нитью. Ну и, конечно, головной убор дополнял весь этот образ, головной убор, который представляют кокошники. Они тоже были разнообразными по форме. Они тоже обшивались различными дорогими тканями, а потом украшались драгоценными камнями, полудрагоценными, жемчугом. И, конечно, все это великолепие, оно давало совершенно иное восприятие. И стан фигуры, и они были тяжеловесные. И поэтому, действительно, нельзя было вот как-то так раз невзначайно гнуться или пуститься в пляс, потому что сам костюм, он уже задавал такой определенный тон всей фигуре, как его нести. Музыка Великолепные женские портреты Маковский создавал как самостоятельный жанр, но иногда они становились частью больших эпохальных полотен. Так «Боярышня у окна» стала частью подготовительной работы к исторической картине «Возвание Минины». Картина Константина Маковского «Возвание Минина» повествует о смутном времени на Руси. Это как раз XV-XVI век, когда поляки были в Кремле, когда именно было явление Минину собрать ополчение и освободить Москву. И Минин в Нижнем Новгороде на площади кидает клич, чтобы все, кто не безразличен к судьбе Руси, к своему отечеству, вложили свой вклад для того, чтобы собрать ополчение и двинуться на Москву и освободить Москву от иностранных захватчиков. И вот эта вот сцена, когда собираются там и бояре, и бояры, они люди разного сословия, они приносят все, что у них есть. Кто-то отдает там несколько серебряных монет, кто-то приносит драгоценные украшения в ларце. Вся эта сцена на площади Нижнего Новгорода происходящая, очень многофигурная, большая композиция, представленная у Константина Маковского. И в левой части холста можно увидеть как раз портрет Юлии Павловны, которая опять-таки в роли боярыни участвует вот в этом событии там. Самая большая картина на историческую тему размером 5 на 8 метров хранится в художественном музее Нижнего Новгорода. А у нас во Владивостоке можно познакомиться с еще увлекательной историей из жизни русских бояр, описанной Маковским. Картина называется «Поцелуйный обряд». В фондах Приморской государственной картинной галереи есть копия, которая датируется концом XIX века, выполнена из картины Константина Маковского «Поцелуйный обряд». Оригинал хранится в Государственном русском музее и превосходит своими размерами копию, которая представлена в экспозиции нашей выставки. Оригинал 3 метра на 5 метров. То есть очень большое такое полотно, на котором разворачивается вот этот вот боярский обряд, который часто бывал при, так сказать, боярских пирах использовался. И, конечно, этот обряд описан очень хорошо в книге Алексея Толстого «Князь Серебряный». И практически сцена полностью соответствует тому, о чем рассказывает писатель, когда, значит, бояре решают выпить за хозяйку, но при этом мы понимаем, что женщины не присутствовали при Боярском пире, и, значит, они требуют, чтобы хозяйку пригласили. Хозяйка выходит не одна, то есть они требуют, чтобы бояриня вышла. Бояриня выходит, безусловно, в красивом торжественном одеянии, мы ее на картинной сразу узнаем, и она выходит в окружении еще двух девок, вот тоже, опять-таки, одетых очень красиво в сарафаны, а бояриня с серебряным подносом, на котором одна серебряная чаша. В этот кубок наливался, значит, напиток, и хозяйка угощала. Выпивали, значит, и подходила к следующему. То есть вот такой вот своеобразный ритуал, как бы, подчивания гостей. Но у Алексея Толстого заканчивается тем, что князь поцеловал Елену, и в тот момент она задрожала, ноги ее подкосились, и он ее, значит, подхватил на руки. То есть понятно, что, конечно, вот такое событие, как поцелуй для женщины, которые жили в закрытых теремах, жизнь которых была очень обособлена, и, как бы, такой завесой тайны для всех, безусловно, это было событие, от которого действительно, наверное, можно было упасть в обморок. Для кого-то эта выставка в картинной галерее откроет имя великого русского художника. Кто-то просто насладится красотой образа русской женщины, выписанного тонко, ярко и трепетно. Для кого-то эта выставка станет поводом открыть книгу и узнать историю родного Отечества. Редактор субтитров А.Семкин